Команда управления холдинга Афанасии сделала шаг в будущее и рассказала о проектах, которые стартуют на предприятии уже к концу этого года. В частности, это интерактивный музей, профессиональная сцена для проведения спектаклей, а также гастрономическое пространство, которое станет центром приготовления блюд из местных продуктов. На мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. Шеф-повара тверских ресторанов готовили и угощали гостей коктейлями и блюдами из напитков и продуктов Афанасия. Ложный клер с копченой мидией, внутри сливочный сыр от Макларина, это у нас паштет из гуся, мы его глазернули вишней, то есть здесь вишня и желатин, бородинский хлеб. Мы сделали гаспачо с помидорами, добавили туда еще и бри, очень вкусные и бри, Афанасии вот они делают сыроварь, мне очень понравилось. Гусиное конфи такое, карпаччо гусиное, тоже очень вкусное, мы сделали с редиской и соусом из йогурта, который тоже они производят. Главная тема мероприятия – презентация проектов будущего холдинга. К концу 2022 года на базе завода планируется создать ресторанно-культурное пространство. Здесь будет открытая кухня, где будут готовить повара из разных ресторанах на основе продуктов Афанасия. А также будет установлена сцена для выступлений и театральных постановок. Мы будем еще увязывать гастрономию и сцену. То есть если у нас спектакль по произведению Салтыкова-Щедрина, то мы приглашаем шефа приготовить из местных тверских продуктов сладости, которые любил Салтыков-Щедрин. Кроме того, в холдинге откроют интерактивный музей. Он будет представлять собой спираль времени, где в хронологическом порядке можно будет узнать историю пивоварения и завода. А с помощью инновационных технологий, таких как голографическая проекция, 3D-мэппинг, VR-технологии, приложения для гаджетов и бинокуляры дополненной реальности, можно будет полностью погрузиться в атмосферу. Конечно, чтобы реализовать столь масштабные проекты и уверенно идти в будущее, важна команда, которая работает в холдинге Афанасии. Я вижу своих людей. Я горд от того, что я работаю с этим коллективом. Это мой коллектив. Мой коллектив, в который я вложил душу и свои силы. Следующий шаг для холдинга – это трансформация в бирюзовую организацию, то есть организацию будущего, успешную компанию, в которой вместо менеджеров и управленцев – наставничество и самоуправление.